Кабмин повысил пенсии военнослужащим. Насчитывать новые выплаты начнут с 1 января 2018 года. В среднем пенсии увеличатся на полторы тысячи гривен. Обсудили сегодня на заседании правительства и новую образовательную реформу. Все подробности знает Александр Васильченко. Дискуссии по поводу повышения пенсии военнослужащим начались еще осенью. Дорабатывать законопроект, утверждает премьер, могут еще несколько месяцев, но это лишь формальность. Но выплаты пересчитают с 1 января и при начислении учтут первые два месяца этого года. Сегодня мы принимаем решение о повышении пенсии для военнослужащих. В среднем это повышение, как я и обещал несколько месяцев назад, будет сравнивать с полторы тысячи гривен. Весь перерахунок в этих параметрах будет сделан с 1 сентября 2018 года. С сегодняшнего дня начнется работа нараховать новых пенсий военнослужащим с 1 сентября. В свою очередь, министр соцполитики Андрей Рева заявил, что в течение двух лет эти надбавки могут еще увеличить. По закончению, эта цифра может подвоиться. То есть, с 1 сентября 2020 года пенсийное обеспечение силовиков растет почти в два раза. Утвердили сегодня в Кабмине и новый образовательный стандарт. В целом, средние учебные заведения будут делиться на три школы. Начальная, базовая и старшая. Базовая заработает в следующем году, старшая не позднее 2027. Реформа начальной школы начнется уже с 1 сентября для обучающихся по программе 12-летки. Отныне Минобразование будет разрабатывать исключительно базовую учебную программу. Как проводить уроки и какой использовать методический материал, решать учителям на местах. Цей стандарт был опрацованный впродовж двух роков. Мы залучали и враховывали найцікавейший, найуспешнейший досвид практически семи краин. И залучали также международную экспертизу. Утвердил Кабмин и стратегию реформирования госбанков. Согласно документу, доля госсектора на рынке в течение пяти лет сократится до 24%. Сейчас она составляет рекордные 55%. Впрочем, обсуждение банковской реформы переросло в бурную дискуссию. Сошлись на одном. Существуют завышенные требования по кредитам и отсутствие гарантий перед вкладчиками. Поэтому премьер поручил провести полный аудит фонда гарантирования вкладов. Я доручаю Министерству финансов внести пропозиции уряду щодо системного аудиту фонда гарантирования вкладов физических осіб. Формование стратегии поводжения с такими активами, чтобы вся края знала, какие активы, как они продаются, сколько они стоят, сотни миллиардов. По данным Минфина, банковская система Украины завершила 2017 год с убытком почти в 25 миллиардов гривен. Александр Васильченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер.